Всем привет! Меня зовут Александр, а значит вы смотрите Гесед Ньюс. Основной объем событий в проекте связан в первую очередь с тем же, что было и неделю назад, две недели назад. Переезд на новый домен и на новый движок сайта. Хотелось бы, чтобы в процессе переезда можно было идти просто шаг за шагом вперед. Но получается так, что на два шага вперед мы делаем один шаг на сад. Уж слишком сложный код организовался за последние 7 лет работы проекта. И он тяжело переносится и меняется большими блоками, которые друг с другом время от времени перестают согласованно работать. Очень надеемся, в ближайшую неделю-две таки закончим работу над сайтом и можно будет просматривать его без проблем. За последние дни из значимого вернули работу Твиттера автоматическую. Должны работать в ближайшее время почтовые рассылки. Спасли все старые комментарии и добавили возможность оставлять их теперь и на новом сайте. Ну а также куча других мелочей. С другой стороны, на видеоканале появились наконец-то видео по танкам в том формате, который достаточно давно задумывался и до сих пор его было тяжело реализовать. Мало того, что мы реализовали то, что хотели, теперь, следя за нашими видео по World of Tanks, можно выигрывать различные бонусы от 3 до 5 дней премиум аккаунта или премиум танк третьего уровня. Так что, уважаемые любители танков, подписывайтесь на канал, следите за новым видео и получайте за это бонусы. Привет! С вами снова Юлия, и сейчас я познакомлю вас с наиболее интересными новостями и обзорами за последнюю неделю. Итак, анонсирован новый 7-дюймовый планшет Lenovo Tab 2 A730. Он обладает возможностями смартфона и высоким качеством сборки. В его основе лежит 4-ядерный процессор MT8382M за графикой Mali-400MP. Размер оперативной памяти новинки составляет 1 ГБ, а емкость встроенного накопителя 16 ГБ. Имеется аккумулятор на 3450 мАч и звуковая фасистема с технологией Dolby Audio. Вторая новинка от данного производителя под названием Lenovo P70 уже поступила в продажу. Правда, пока только в Китае. Смартфон оснащен елким аккумулятором на 4000 мАч, который обеспечивает ему 46 дней работы в режиме ожидания. Его 5-дюймовый дисплей обладает HD-разрешением, а в качестве процессора используется 4-ядерная модель компании Mediatek. Толщина устройства составляет 8,9 мм, а вес – 149 г. Представлен новый доступный смартфон ZTE-N919D. Он имеет 5-дюймовый дисплей с невысоким разрешением и 4-ядерный процессор компании Qualcomm. Объем его оперативной памяти составляет 1 ГБ. Новинка оснащена неплохой 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч, что является достаточно хорошим показателем. Компания Sony представила бюджетную новинку под названием Xperia E4. Она оборудована батареей емкостью 2300 мАч с поддержкой технологии энергосбережения ультра-стамина. Смартфон имеет 5-дюймовый IPS-экран и работает под управлением 4-ядерного процессора MT6582. Имеется 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. Устройство будет доступно в двух модификациях с одним и с двумя слотами для сим-карт. Asus анонсировала два игровых ноутбука в серии ROG. Первый лэптоп Asus ROG G501 оборудован 4-ядерным процессором компании Intel и мобильной видеокарты серии NVIDIA GeForce 900M. Он обладает производительной системой охлаждения и SSD-накопителя. Его 15-дюймовый IPS-дисплей может иметь разрешение Full HD или 4K Ultra HD в зависимости от модификации. Вторая новинка под названием Asus ROG G751JL обладает 17-дюймовым IPS Full HD-экраном и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 965M. На борту имеется качественная звуковая подсистема и емкий 8-элементный аккумулятор на 6000 мАч. Объем оперативной памяти может достигать 32 ГБ, а в качестве накопителей используется комбинация из жестких дисков и SSD различной емкости. Компания Acer представила легкий 11,6-дюймовый ноутбук под управлением Chrome OS. Устройство обладает TFT-дисплеем с разрешением 1366х768 и оборудовано двухъядерным процессором Intel Celeron. Ноутбук оснащен 4 ГБ низковольтной оперативной памяти DDR3L. Основным накопителем является SSD на 16 ГБ. Имеется встроенный аккумулятор на 3220 мАч, а вес новинки составляет и 1,1 кг. Лэптоп поступит в продажу 25 февраля по цене 290 долларов. Анонсирован игровой ноутбук Toshiba Dinobook TB97. Он построен на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7 и обладает 16 ГБ оперативной памяти. За обработку графики отвечает дискретная видеокарта AMD Radon R9 M265X. Имеется 17-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и гибридный жесткий диск на 1 ТБ. Внутри установлен Blu-ray-привод и качественная стереодинамика. Еще одна новинка имеет название Toshiba Dinobook AB75 и основана на процессоре Intel Core i7-5500U. Она имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти, жесткий диск на 1 ТБ и видеокарту AMD Radon R7 M260. Дисплей ноутбука имеет загональ 15,6 дюймов и разрешение Full HD. Корпус лэптопа обладает яркой красно-черной расцветкой. Представлены две промышленные материнские платы Fujitsu D3313S4 и D3313S5. Они выполнены в формате Mini-ITX и предназначены для работы в режиме 24 на 7. В их основе лежит System on-Chip AMD для встраиваемых систем. Первая модель предназначена для работы с двухъядерным процессором AMD, который обладает максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и DDP на уровне 15 Вт. Вторую материнскую плату интегрирован в четырехъядерный APU AMD с максимальной частотой 1,2 ГГц и DDP на уровне 7 Вт. Обе модели обладают широким набором видеовыходов, портов USB 2.0 и сетевых интерфейсов. Компания Transcend расширила свою линейку оперативной памяти типа DDR4. В нее входят модули различных форматов – для серверных систем, десктопов и ноутбуков. Все новинки работают на частоте 2130 МГц с рабочим напряжением 1,2 В. В серию входят модули объемом от 4 до 32 ГБ. Анонсирован вентилятор Deepcool GF140 диаметром 140 мм. Он обладает эргономичной скругленной формой корпуса и отличается практически безшумной работой. Кулер может вращаться со скоростью от 700 до 1200 оборотов в минуту, а уровень его шума варьируется от 17,6 до 26,7 дБ. В основе новинки лежит гидродинамический подшипник и система защиты от вибрации. В комплекте также имеются силиконовые болты для крепления. Линейка Kingston HyperX пополнена с двумя устройствами. Первым из них является игровая гарнитура Kingston HyperX Cloud 2. Она выполнена в привычном дизайне и обладает обновленным пультом управления звуком. Благодаря нажатию всего одной кнопки возможна активация виртуального звука в формате 7.1. Микрофон новинки имеет функцию подавления шума, эхо и возможности автоматической регулировки уровня звука. Игровая поверхность HyperX Fury Pro Gaming Mouse Pad обладает матерчатым покрытием и выпускается в четырех различных вариантах размера. Компания MSI представила оригинальную игровую поверхность XIL-5 Gaming. Она выделяется поистине громадными размерами 760 на 460 мм при толщине 5 мм и внушительным весом, который составляет 730 грамм. На ней может поместиться не только мышь, но и полноразмерная клавиатура для защиты от скольжения во время игровых сессий. Коврик обладает поверхностью из качественной ткани и основой из бамбуковой резины. Теперь перейдем к новым обзорам, которые были представлены на нашем портале за прошедшую неделю. 8 февраля был опубликован материал по материнской плате Asus X99S. Она обладает оригинальным дизайном, надежной восьмифазной подсистемой питания и качественной звуковой подсистемой. Имеется множество внутренних и внешних разъемов, среди которых большое количество коннекторов SATA 6 Гбит в секунду, портов USB 3.0, слот M.2 и два разъема SATA Express. Имеется улучшенный процессорный разъем OOC-сокет. На следующий день была представлена подборка новинок программного обеспечения для операционной системы Windows. Среди ключевых обновлений можно выделить новую версию бесплатного антивирусного комплекса. Комода Internet Security Premium, браузера Opera, плеера Media Player Classic и открытого офисного пакета LibreOffice. 9 февраля было опубликовано два новых материала. Первым был обзор флешки Silicon Power Jewel J50. Она выполнена в цельнометаллическом корпусе, поэтому обладает повышенной надежностью. Помимо этого, имеется защита от влаги, стрясок и пыли. Миниатюрные размеры позволяют использовать его даже в качестве брелка для ключей. Новинка оборудована современным интерфейсом USB 3.0 со скоростью чтения свыше 100 Мбайт в секунду и записи на уровне 13 Мбайт в секунду. Вторым был обзор блока питания Seasonic X650. Данная новинка соответствует стандарту 80 Plus Gold и имеет большой запас мощности, который достигает 33,8%. Имеется пассивный режим работы, при котором вентилятор запускается только при нагрузке выше 350 Вт. Присутствует выделенный канал плюс 12 Вольт с нагрузочной способностью до 54 Ампер и раздельной системой стабилизации питания. Блок питания оборудован всеми видами защиты, в том числе и от перегрева. Новинка обладает модульной системой кабелей и 7-летней гарантией от производителя. На следующий день мы опубликовали обзор видеорегистратора Transcend Drive Pro 100. Он обладает качественным широкоугольным объективом на основе стеклянных линз с большой светосилой. Новинка обеспечивает достаточно четкую картинку и хорошую цветопередачу, как днем, так и в ночное время суток. Имеется датчик перегрузки и встроенные аккумуляторы на 470 мАч. На обратной стороне корпуса расположен достаточно большой 2,4-дюймовый экран. 11 февраля был представлен обзор клавиатуры TTEA Sports Poseidon Z Illuminated. Новинка оборудована механическими переключателями и светодиодной подсветкой с четырьмя режимами работы. Имеется отдельная кнопка для блокировки клавиши Windows и поддержка функции Key Rollover. Ее общее качество сборки находится на высоком уровне, несмотря на вполне доступную стоимость. На следующий день появился обзор видеокарты Inno 3D iChill GeForce GTX 984 ГБ Ultra. Она оборудована уникальной системой охлаждения, которая предусматривает дополнительный обдув элементов под системы питания и отдельные радиаторы на всех основных компонентах. Кроме этого, видеокарта оснащена существенным заводским разгоном, что делает ее одной из самых производительных версий NVIDIA GeForce GTX 980 на данный момент. 13 февраля был опубликован обзор защищенного смартфона Sigma Mobile Extreme PQ33. Новинка обладает защитой от проникновения пыли и влаги по стандарту IP67 и надежным корпусом, устойчивым к падению с небольшой высоты. Внутри имеется IPS-дисплей с HD-разрешением, встроенный аккумулятор на 3500 мАч, восьмиядерный процессор MT6592 и 2 ГБ оперативной памяти. Из дополнительных функций можно выделить встроенную рацию и комплектную беспроводную зарядку. На следующий день было представлено два новых обзора. Первым из них был материал по флеш-накопителю Silicon Power Blaze B31. Модель обладает поворотным механизмом и оригинальным дизайном корпуса. Имеется красный светодиодный индикатор, который информирует об активности обмена данными. В линейке присутствуют накопители объемом от 8 до 128 ГБ. Современный интерфейс USB 3.0 обеспечивает чтение данных со скоростью до 38 МБ в секунду. Второй в этот день вышла рецензия на первый эпизод игры Life is Strange. Теперь французская компания, известная ранее по игре Remember Me, представила новую игру в жанре Adventure. Помимо приятной графики и качественного звукового оформления, игра обладает интересным геймплеем, захватывающим сюжетом и разнообразным игровым миром. Такой была прошедшая неделя. Следите за обновлениями на нашем сайте, подписывайтесь на канал и до новых встреч!